добро пожаловать на мой канал сегодня будем распаковывать лицезреть холодильник компании декс упаковки которого я умещаюсь целиком модель rm 55 2d с игрек биджи насколько я помню это означает как раз то что он многоцветный упаковка мульцевая булочка скотч чисто заводской в один слой производитель у нас изготовитель хэфэ из новки electric company производит ну соответственно холодильник для компании декс днс-овского бренда как я понимаю адрес шоссе цинвань 8 зон экономически технического развития хэфэ и провинция айхой китай в общем данный холодильник начало апреля стоит 65 тысяч 64 500 вроде что-то такое да шестьдесят четыре наверно и пятьсот пятьдесят доставка вот непонятно вот этот целлофан был одет на самом холодильнике и вот этот все пенопласт находился вокруг него как вы можете видеть упаковка просто бомба то и подальше то есть это у нас верхняя часть с выемкой для не знаю там что-то за этой крышкой прячется наверное электроника лицевая панелью двери вот с петлями вот это боковушки и насколько помню вот это вот по бокам были вставлены насколько я помню вот этот пенопласт на пенопласт очень толстый качественный не пылит ничего все с ним хорошо бочины потоньше и даже пальцем не проминается особо размеры скажу чуть позже идемте к самому холодильнику поставили мы его на такую смастеренную тележку сейчас вставлю ролик как я ее скручивал подготавливал подставка готова то есть для я думаю данного холодильника который мы заказали далее по ролику вы увидите подойдет собственно какая модель холодильника мы уже поняли из названия данная подставка была изготовлена для чего чтобы пока происходит ремонт на кухне холодильник стоял другой комнате и в случае чего можно было перекатить и допустим что-то подделать в этой комнате потолок еще стены что могу что-то как-то откатить перекатить прям по квартире специально такая заниженная видите да то есть доска двадцатка наверно то есть колесико и еще вот я вот эти ну за бустер как как правильно назвать подножки от опрокидывание то есть они не будут мешать при передвижении сам подставки то есть колесики все-таки повыше но будут предотвращать падение как бы под страховочка на случай то есть когда тот же холодильник будет на эту подставку устанавливать доставщики то есть я прям подкачу ее ко входу чтобы они занесли и все раз раз и готов холодильник на нибудь стоит холодильник значит насколько я помню метр на 70 соответственно от колеса примерно так и раскиданы то есть поддоном 80 чем-то на сто с лишним там 120 что ли соответственно вот я раскидал примерно там где должны быть ножки у холодильника то есть надеюсь единственное ножки не попадут я же не могу но не знаю где точно они по сантиметрам в эти отверстия то есть они здесь не велики но будет очень приятно что или задние или передние ножки попадут вот эти вот моменты ну блин от всего не подстрахуешься колеса каждое написано где же 40 килограмм вот эти вот со стопором покупал в другое время они по высоте одинаковые но в разное время в разных магазинах покупал стесна вот эти вот еще старые видите да какая площадка опорно и вот новые где-то на фоне моего пальца то есть по сгиб и вот то есть намного больше сама площадку кто-то опорная чем здесь здесь она более хлюпкая да ну то есть и металл тоньше и она меньше по размерам то есть вот так вот здесь видно двойка и сама площадка опорная хорошая но в любом случае 40 написано даже то есть с учетом холодильника 100 килограмм плюс этот полет но я думаю килограмм не больше 20 тысяч поперечину сделал чтобы вот он вот так вот не двигался потому что когда отрезаешь вот эти ножки но ночью ну становится прям живой отрезал я сабельной пилой makita 3050 распаковку у меня видели эту на канале первый тест проба уйди подо мной не прогибается я считаю все вот в одну точку ставит холодильник любом случае будет ножка здесь здесь и тут четыре ножки я не знаю может такие больших есть 5 посередине кто знает напишите в комментариях ждем холодильник он приедет через неделю но для вас это будет пару секунд дуна если доставка 150 до порога ну до квартиры то есть его занесли вот распаковали посмотрели внешний вид ну перед тем как подписать бумагу что претензий к внешним виду не имеем то есть вот такой холодильник весь он не влазит в кадр если только не вертикально снимать он получается трехкамерный здесь морозилка здесь зона свежести здесь холодильник по серединке вот в этой двери дисплей по плюшка данный холодильник обладает инверторным компрессором что экономит энергию минимальный шум уменьшает износ для более продолжительной работы то есть тот он off-road здесь нет такого что что-то то есть морозилка и холодильник полностью off-road металл кулинг соответственно это железные пластины и здесь и здесь для охлаждения дополнительно нулевой зазор дверцы я так и не понял так открывать дверь на 90 градусов но это немножко вранье нет она выбирает как видеть или я что-то не понимаю ящики до в принципе выдвигаются без проблем особых ну что можно в платную к стене поставить нет это это бронье большой объем то есть объем данного холодильника сумме составляет 555 2 литра и что у нас есть отсек с изменением температуры подозревает как раз зона свежести отсек с контролируем влажность собственно и все наклейка это удаляется есть красивая наклейка инвертор нам компрессор это грязь оставшиеся от лент то есть удалив их без полю прикрепить обратно точно не получится собственно давайте наверно по размерам а ну вот еще до то есть у нас холодильник 329 литров морозильная камера 223 42 шум столько киловатт-час в год за инверторного компрессора модель это обладает классом с двумя плюсами выше а с тремя плюсами с почти выше отметка здесь у нас цикла питан и собственно вот характеристики климатический класс кому нужно так защита от поражения током первое с двумя плюсами 220 50 герц потребляем мощность 150 мощность при разморозке 210 это кстати параметра нет нигде в интернете номинальная сила тока 17 ампер энергопотребление киловатт в час за 24 часа как я понимаю то есть киловатт он съедает за сутки общий объем 3 637 полезный 552 морозилка 223 холодильник 329 хладагент r600 а 80 грамм заморозка у него возможность заморозки 12 килограмм за 24 часа вес 101 килограмм на подняли два парня молодых маленьких молодцы очень тяжелый холодильник они прям как на духу его занесли в общем-то ширина его 91 1 сантиметр глубина 70 высота 183 вот электросхема как я понимаю на паузу нажмет если вам она нужна что-то подозреваю интернете она есть так здесь то что нам понравилось женой все закрыто то есть никто туда не сможет ни рукой и лапой залезть нас это актуально с нашим бешеным котом кабель длинный но длины из-за того что как я и говорю поход все электроника вот тут в этом горбу он достаточно аккуратненький тех холодильниках сайт бойца в котором смотрели они выше тут прям очень аккуратно все сделано кабель мягкий толстый фирменный какой-то нингу у китай но не постеснялись бренд написать 3 по 0 75 сечение компрессор и охладитель у нас здесь это логично да вот сам компрессор визу так юг насколько я помню здесь стоит на ножках а тут у нас колесики металл толстый колесики как я вижу регулируются уплотнители все шикарно нигде никакая пена ничего не вылазит между стеклом и пластиком есть хромированный элемент ставка пластик в пленке металл нет так стекло тоже не в пленке так что аккуратней то есть при транспортировке нижняя дверь провисшая буду смотреть как это регулируется но это уже нюансы то есть здесь две двери прям чётенько начнем с морозилки диодная подсветка металлический лист кстати вот он уже у нас в тепле стоит часа три потому что уже четыре по-прежнему от нее идет холод то есть он как на складе где-то на улице ну холодном складе остыл до сих пор прям вот от металлической от листа и излучаются холод полочки у нас пингалетом вот так вот фиксируется очень удобно то есть нету вот дополнительных каких-то элементов только вот аккуратно такие дырдочки дырдочки и за счет этого получается китайскому этому производителю не надо мудрить здесь вот с таким вот я видел ну медея делают пенопластовая такая гребенка такая которая все эти полки держит вот так вот чтобы они не грохнулись вот внутри он абсолютно так же мы еще ничего здесь не отгибляли как вот он стоит в упаковке то есть вот где они посчитали нужным да вот они наклеили упоры то есть вот это все не было вообще никак зафиксировано то есть вот так он и пришел то есть при нас вот стропы разрезали парни ну с доставкой из ДНС уплотнители повторюсь прям шикардос мы не нашли к чему доколупаться то есть не пена нигде ничего не торчит резинка классная мягкая есть еще вот такой какой то подъемник второй хромированные элементы на пластиковых полках и автомат для льда то есть наливаете сюда открываете поднимаете вот эту вот чиплашку заливаете воды наверное с таким интересным прорезем и вот тут вот у нас крутилка раз и всыпали ну а здесь соответственно вот достаете берете лед и закрываете обратно очень прикольное решение в недорогих хай новакс прочих медеи они вот здесь такую штуку делают то есть две крутилки и сцепается вот в этот ящик тут этого нет так посмотрим на примере этого ящика как у нас устроен полки есть ли ролики ну то есть вот точно заявляет производитель видите да то есть вот эти боковые уши не мешают всем этим полкам то есть есть ограничитель ну да ну да судя по грохоту то есть ездит на колесико ага и вот так вот достается до ролики все отлично то есть два ролика здесь и здесь в общем вызывает положительные эмоции собственно все обратно пока залепим потому что он же не просто так у нас на этой подставке до него еще не скоро дело дойдет потому что потому что надо еще сделать ремонт в кухне но благо гарантия три года так ну сколько они глубиной я думаю сантиметров 11 потому что 12 глубина полка то есть получается на морозилке у нас раз так ледогенератор назовем то два три то есть три полки в морозилке два высоких ящика ну нижний соответственно укороченный из-за ну понятное дело там начинки но в целом он все равно глубокий на виде это 20-25 сантиметров мы в магазине смотрели 440 литров вот такой вот нижний ящик вот реально ну он со скошной стенкой такой здесь прям все хорошо и третий вот такой вот выездной ну который я вам показывал то есть видите да все полки на шпингалетах то есть ручка у нас здесь пластиковая повторюсь хромированный элемент то есть стекло 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 есть такой же в бронзовом кажется в черном это именно стеклянный есть чисто из нержавейки ну под или под нержавейку то есть металлические есть три двери то есть функционал тот же но металлический металлический у них плюс-минус одинаков то есть станет он у нас вот вместо этой мойки здесь будет кухня небольшая холодильник диван здесь пенал с еще столешницей то есть холодильник именно будет здесь вот так вот красиво стоять так ладно отвлеклись идем в холодос дисплей покажу чуть позже как подключим что-то у меня сосед вверху как енот уже полоскается второй час так по дверке сразу холодильника получается по полкам раз два три и они не перевешиваются то есть здесь у нас все то есть вот она отливка полки очень интересные вот так попробую заснять вот это мы реально вот впервые увидели увеличение глубины то есть тут вообще наверное все 15-16 сантиметров здесь да здесь стандартно вот как в морозилке вот эта часть вот это прям вообще глубокая здесь также вверху и для яиц приклеено вот вот насколько у них мощный скотч вот 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 это держит повторюсь это вот вскрываем сразу ну мы еще здесь ничего не распаковывать то есть вот получили его сходили купили пирожков перекусить вернулись вот снимаем соответственно вот это все вот вот пленочки еще ничего мне не сдергивали собственно так же ну это наверное все пластик просто хромированный тоже на роликах ну немножко двери мешает задевает но в целом то есть продумано ну то есть вот так без проблем практически до отсечки открыть и не мешается двери так воздухозаборник сделан качественно красиво обычно на недорогих моделях тысяч за 40-45 просто так вот фрезой вырезан некрасиво дырки и все тоже у нас металл холод еще излучает источает как угодно здесь зуб 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 надежда скрин зуб зуб нежели бы выше что мы увидим мы увидим то же самое конструкция по колесикам и здесь тоже пластика повторюсь мощный на рельсах и есть углубление но за счет этого они добиваются этих типа как объемов то есть вот здесь уже наверное в этом вот не зимний литр с не два а что туда положить они что-то тут не положь хотя если достать этот ящик почему нет почему нет в общем по элементам все тут чётенько все хорошо крышка то есть верхушку у нас все заделано никаких торчащих элементов ничего нет тут все нормально соответственно внутри пластика и просто металл так ну и собственно зона свежести голубая то есть морозилка белая холодильник розовый зона свежести у нас голубая вот она как раз немножко правейшая здесь видите палец заходит тут нет то есть вот под наклоном есть вот здесь небольшой косячок пузырик воздуха в пластике не критично я думаю все всем нюансы так вот эти петли я думаю здесь как раз регулировка происходит так зоне свежести что мы имеем три ящика два из них глубоких высоких но глубоких это тоже глубокий с двойным там потолком каким то есть туда можно очень высокие вещи поставить туда подсунут и две полки тоже не перевешиваются тоже как есть как бы вопросов нет так сейчас мы наверно знаете что достанем наверно достаем инструкцию в упаковке я думал он килограмм 110 весит запросто ух ты тоже на колесиках так ключа нет комплекте получается ну да ну да вот видите вот они ну менее глубокие чем вторые ящики как бы ожидаемо так ладно потом прилипло все это а так повторюсь нигде ничего не торчит никакой не пен монтажная не пенопласт все чистенько все хорошо резиночки прям булочка все все ровно очень очень качественно так концевики сейчас противопедалово подключим посмотрим как работает подсветка погнали за удлинителем перед запуском полистали инструкцию посмотрели какие тут рекомендации в общем по установке видите как должно быть 30 сантиметров сверху и 10 по краям и позади устройства то есть это немножко не очень удобно то есть если представить холодильник 10 сантиметров от стены то это мягко очень красиво еще немножко размеры здесь они прям рисуют что дверки вот углы дверок это углы холодильника на самом деле это не так ну а в целом то есть распахнутый метр шестьсот семьдесят шесть и девятьсот одиннадцать семьсот двадцать шесть но это с учетом десяти сантиметров типа ой десяти сантиметров ну то есть от угла до угла да и на фото я смотрю у него колесики в два ряда что это прям супер то есть нам надо будет его стащить просто по дому подкатить после того как сделаем ремонт и выкрутить ножки подверки ничего не нашел как их регулировать придется смотреть ролики в интернете вот еще немножко схемы холодильникова так по схеме да вот ящик отдельно сейчас заснимем что там внутри еще то есть прикол тоже тот ящик упирается вот в этот буртик то есть нижний нет потому что он короткий а тот большой стукается сюда то есть опять же вот то о чем заявляет производитель что типа дверки не мешают выезду ящиков это опять же немножечко лукавство то есть задевается соответственно чтобы он выехал дверка должна быть вот так то есть вот так это только с нижним прокатывает и подозреваю верхним а вот средний глубокий который сейчас вам показал что он задевает за эту историю а так еще вот это вот кривая и поэтому верхний немножко ящик возможно клинит да возможно из-за этого как раз вот этот средний ящик из того что вот она видите под углом наверное здесь вот как раз это нюанс ну это мелочи то есть это реально мелочи тут у нас подвод получается воздуха холодного и вот такой вот дно переходящим в стенку ну все я сейчас ставлю ящик на место и стартуем подожди ящик на место поставь вот 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 и Продолжение следует... 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 Так что очень он тихо работает действительно. То есть плавно, тихо, ну не знаю, насчет 10 сантиметров, в общем-то, я вот вижу здесь вот такие вот напайки, мне кажется, этого будет более чем достаточно, чтобы прислонить его к стене, ну точнее вот настолько, выдерживать 10 сантиметров, не знаю. Понятно, что у него здесь решетки для охлаждения, но все же. Ну вот и подошел ролик к концу, надеюсь данный обзор вам будет интересен. Холодильник у фирмы Dex, подается он только в НС, стоит что-то порядка 65 тысяч, доставка у них 550, по крайней мере по Тольятти. Цвет очень приятный, необычный, аналогов мы не встречали. В интернете есть что-то подобное у Samsung и LG, но стоят совершенно другие деньги. Поэтому смело берите. На витринах они, кстати, как я, такой, не стоят, поэтому надеюсь камера у меня нормально передала цвет передачи, то есть вот такой нежно-розовый, белый и голубой. У нас в плитке, которую мы купили для пола, присутствуют вот эти два цвета, соответственно, ну а белый, скорее всего, будут фасады. То есть, я думаю, у нас прям вот эта цветовая гамма прям зайдет. Все, всем пока, берегите себя, не забываем подписываться на каналы, в описании будет Яндекс.Зен еще мой канал, дежурный, и непосредственно, наверное, еще ТикТок прикреплю. Если будет Рутью, то еще и Рутью. Все, еще раз всем пока, до новых встреч.